Украинский журналист Павел Шаройко осужден в Беларуси на более чем 8 лет лишения свободы за якобы шпионаж. Незаконный вердикт украинцу вынес Верховный суд Республики. Об этом рассказал посол Украины в этой стране Игорь Кизим, сообщило белорусское издание Тутбай. По данным посла сейчас Павел Шаройко находится в СИЗО КГБ спецкора украинского радио «Белорусские спецслужбы» арестовали 25 октября 2017 года. КГБ Беларуси предъявил ему обвинение в шпионаже и якобы создание агентурной сети в республике. Крымчан-фигурантов так называемого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир накануне незаконно вывезли в Россию. Римзи Маметова, Инвера Мамутова, Зеври Апсеитова и Рустема Абельтарова этапируют из Симферополя в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает Крымская солидарность. Четверых крымских татар-мусульман ФСБ задержало в Бахчисарае в мае 2016 года. Их судят по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности. В оккупированном Крыму очередное насильственное задержание делегата Курултая Асана и Гиза вывезли в неизвестном направлении, сообщает глава Меджлиса Крымско-татарского народа Рифат Чубаров. По его словам, это произошло в районе села Пионерская под Симферополем. Люди на автомобиле с мигалками остановили машину, за рулем которой находился Асан и Гиз. Убедили, что это именно он и увезли. Морской пехоте Украины 100 лет впервые. Этот праздник отмечают 23 мая. В этот день в 1918 году указом Гетьмана Павла Скоропадского была создана украинская морская пехота. Первые три полка дислоцировались в Одессе, Николаеве и Херсоне. На торжественных мероприятиях в Николаеве президент Украины Патер Порошенко подписал указ, согласно которому День морской пехоты Украины будет отмечаться на государственном уровне 23 мая. Представители подразделений дали клятву морского пехотинца и получили новые береты. Черные советского образца заменили на сине-зеленые, как у подразделений армии Европы. Указ президента Украины. Сберегая черные береты на почетных местах дома, на почетных местах в музеях, освобождать Украину в ходе операции объединенных сил морская пехота отныне будет в новой форме. Что будет отличать элитных воинов, готовых уничтожать оккупантов на море, на суше, в воздухе. С сегодняшнего дня цвет берета украинского моропеха приобретает оттенок морской волны, как штормовое, черное или Азовское море. За намерение причинить радиационное загрязнение экосистемы Азовского моря прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство против главарей так называемой ДНР. Об этом сообщает фейсбук прокурор области Евгений Бондаренко. Дело возбуждено по статье Экоцит. В апреле представители так называемой ДНР сообщили о прекращении откачки воды из Янакиевской шахты Юнком, где в 1979 году был подземный ядерный взрыв. Если радиоактивная жидкость через грунтовые воды попадет в местные водные ресурсы, это приведет к экологической катастрофе. Воздержаться от поездок на Гавайи рекомендует МИД Украины. Там продолжается извержение вулкана Килауэ. Над Гавайями образовались токсичные облака из-за испарений лавы, которая попала в воды Тихого океана. Испарения могут вызвать ядовитые дожди и сделать остров непригодным для жизни. Извержение вулкана началось 19 дней назад. На Гавайях появились более двух десятков трещин, из которых извергается лава. Школьные линейки в связи со случаями отравления детей неизвестным веществом не отменят. Об этом заявил заместитель министра образования Владимир Ковтунец. По его словам, во всех учебных заведениях усилят меры безопасности. Накануне в Харькове из-за отравления госпитализировали 40 школьников. До этого случая отравления произошли в Черкасах, Николаеве и Новомосковске. Чем отравили детей неизвестно. Все анализы, которые были проведены, не показали наличие химических веществ, которые привели к этому. Никаких. Причем пробы воздуха, воды были взяты сразу, как только стало известно об отравлении. Ничего не обнаружили. В Черкасах, в Новомосковске. То же самое в Николаеве и Харькове. Однако в Николаеве и Харькове есть предположение, что это был перцовый газ. Есть ли связь между случаями распыления неизвестного вещества в школах, выясняет национальная полиция и служба безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, среди школьников необходимо усилить разъяснительную работу об опасности распыления газа. Нужно выяснить, кто продает эти баллончики, как они попадают к детям. Это же конкретные лица. Я бы попросил в школах усилить меры безопасности и провести разъяснение с точки зрения недопустимости таких действий. В том числе нужно посмотреть на причины, как это происходит. Некоординировано или же кто-то начинает это координировать между школами. Розетку, которая не бьет током и которой можно управлять через смартфон, создали черниговские стартаперы. Детальнее об изобретении в сюжете. Безопасную розетку нового поколения разработал черниговский стартап. Над изобретением работала целая команда молодых людей, но сама идея принадлежит Роману Бесько. Он же создал и первый экземпляр умной розетки. Она так же самая подключается, как и обычная розетка. Вам не требуются никаких технических знаний, чтобы установить ее дома. Вы можете вынять вашу обычную розетку и вставить нашу. У этой розетки нет привычных нам вилок и дырок в стене. Коннектор примагничивается к точке питания под любым углом. Основа изобретения – сочетание магнитного подключения и беспроводной передачи энергии. Розетка не бьет током, даже если на нее разлить воду. Мы собрали розетку, в которой нет электрических контактов. Мы считаем, что у нее есть три основных преимущества перед обычными розетками. Это то, что она абсолютно безопасная для детей, поскольку у нее нет электрического контакта. То, что ее удобно подключать и отключать. В нашем проекте силовые линии магнитного поля замыкаются на принимающую сторону только в случае, если она очень близко находится к передающей. А внешний экран вообще при передаче энергии внешние магнитные поля почти полностью устраняет. Умной розеткой можно управлять даже через смартфон. Стартаперы вскоре запустят ее в массовое производство. Максим Остапенко, Елена Сидоренко, Александр Ключик, Чернигов, UATV. Около 80 чартерных рейсов примет Международный аэропорт Борисполь в день проведения финала Лиги чемпионов столицы Украины. Ожидается прибытие более 16 тысяч болельщиков. Прилетать они начнут с 10 вечера 25 мая до 18 часов 26 мая. Британцев будут принимать в терминале D, испанцев в B. Порядок в Борисполе будут обеспечивать почти полтысячи сотрудников службы безопасности аэропорта. Ни один вид транспорта нашими болельщиками, которые приезжают в Киев, не будет использован. Не едут к нам ни автомобильным транспортом, ни железнодорожным транспортом, ни автобусами. Все летят самолетами. Вся логистика перемещения пассажиров рассчитана таким образом, чтобы у нас максимально не пересекались потоки болельщиков. Более 500 работников службы авиационной безопасности. Это утроенное количество. Будет работать 28 пунктов контроля на авиационную безопасность. Все мероприятия по безопасности в аэропорту органично объединены с процессом обслуживания пассажиров и воздушных судов. И они адекватны уровню угрозы. Еще больше информации на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uetv.ua Уже через два часа следующий выпуск новостей. Оставайтесь вместе с UETV и спасибо, что вам интересна Украина! Редактор субтитров А.Семкин